Направление на служение в отдаленные от центра и неблагополучные местности зачастую становится для священников серьезным испытанием. Настоящим утешением для них может стать обращение к святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Его определили служить в район, где собирались люди, пораженные разными пороками. Но в этой сложной обстановке он сумел стать для них настоящим отцом, помочь им словом и делом. А в итоге его паства так увеличилась, что он уже не успевал всех исповедовать и вынужден был проводить общие исповеди. О пути праведного Иоанна к святости говорил в своей проповеди митрополит Челябинский Миаски Никодим, совершив богослужение в храме, посвященном святому Иоанну. В день, когда православная церковь чествует память святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Челябинский Миаски Никодим возглавил служение божественной литургии в свято-владимирском храме Челябинска. Нижний храм этой небольшой церкви на окраине города освящен в честь этого праведного кронштадтского святого. В храме хранится особая святыня – скуфейка и рукавичка святого Иоанна. Реликвия была передана на вечное хранение Челябинскому приходу духовником нынешнего настоятеля отца Владислава Василевского, архимандритом Никодимом и Святогорского монастыря, который находится под Псковом. Почтить память великого заступника русского народа по традиции собралось большое число верующих. В своей проповеди митрополит Никодим рассказал, что в середине XIX века Петербургский Кронштадт не был таким благообразным и достопримечательным местом, как сейчас. Здесь жили беднейшие слои населения, было много безработных, нищих и беглых преступников. Святой Иоанн помогал всем, кто обращался к нему за помощью. И вот люди, обозленные, опустившиеся, ненавидящие Санкт-Петербург и тех, кто мог устроиться в жизни, они в отце Иоанне увидели человека, которого можно назвать своим духовным отцом. К нему они стремились. И не только попросить помощи, не только за денежным воспоможением, но стремились к отцу, чтобы услышать доброе слово, получить напутствие, иметь пример веры. Пример святого Иоанна показывает современному христианину, что и в наше сложное время можно достичь Царствия Божьего достойным исполнением своих обязанностей и глубокой молитвой. Богослужение закончилось крестным ходом. С молитвами и песнопениями верующие шагали за священноначалием, а возглавляла молитвенное шествие икона святого праведного Иоанна Кронштадтского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова